Всем привет! Сегодня я буду варить суп из белых сушеных грибов. Этот суп я буду варить немного не по правилам. Я буду варить его на мясном курином бульоне. Бульон я сварила заранее. У меня здесь 3 литра бульона и бульон я варила с домашней курицы. Косточки я уже отобрала и у меня в бульоне получается одно мясо. А также нам понадобится 500 грамм уже очищенного картофеля, 25 грамм сушеных белых грибов. Ну вообще-то, конечно, грибов нужно ложить в 2 раза больше, грамм 50. Но так как у меня бульон идет с мясом, то количество грибов я сократила в 2 раза. Грибы я залила кипятком. Они у меня постояли где-то 10-15 минут. Если грибы у вас прошлогодние и очень сухие, то их нужно замочить на 3-4 часа. Также нужен перец черный, 4 луковицы небольшого размера, 1 морковка, перец болгарский, зелень, петрушка, укроп, лавровый лист, томатный сок. На это количество супа мне понадобится чуть больше пол-литровой банки и растительное масло. Итак, приступим. Вначале нарежем картофель. Мне нравится картофель нарезать фигурно, тогда очень красиво это все будет выглядеть в тарелочке. Посмотрите, какие получаются долечки. В кипящий бульон перекладываем картофель. Перец. Отсаживаем теперь грибы, перекладываем в тарелочку. А жидкость эту нужно будет процедить. Я ее буду добавлять также в суп. Хоть я грибы и мыла, но может и сок какой быть. До конца жидкость не ссаживаем. Вот видите, тут немножечко у нас какой-то мусор имеется. Теперь добавляем в суп грибочки. И выливаем вот эту вот процеджевую жидкость. Пока все варится, подготовим зажарку. Порежем морковку. Опять я применяю вот этот вот фигурный резак. Теперь порежем лук. Меленько его нарежем. Хорошо разогретую сковородку я вливаю в несколько ложек растительного масла. Ну, где-то 3-4 ложки. Даю ему прогреться. Пересыпаем теперь овощи. Начинаем их обжаривать. Пока сжарится у нас лук и морковка, подготовим перчик. Также его меленько нужно порезать. Картофель уже почти сварился и теперь я добавляю перец. Лук уже у нас золотится. Добавляем теперь томат. Тушим где-то около 5 минут. Будет достаточно. Осталось порезать зелень. В самом конце переливаем томат вместе с луком и с морковкой. Добавляем зелень. Суп наш будет готов. Зелень не даем хорошенько прокипеть. Сейчас лето, чтобы суп наш не пропал быстро. Лавровый листик добавляем. И ждем, пока все прокипит. В конце варки пробуем суп на соль. Если нужно, то досаливаем его. У меня суп оказался не соленый. Друзья, если бы камера могла передавать запах сушеных грибов белых, то вы бы почувствовали, как вкусно пахнет этот суп. Это невероятно, божественный вкус. Кому понравился мой рецепт, ставьте лайки. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Подписывайтесь на мой канал. Приятного всем аппетита! До встречи на новом видео!